Всем привет! Сегодня в центре внимания выпуска мировых новостей зарубежной недвижимости от Прян Арендные возможности и риски в Греции и Эмиратах Интересное предложение на Пхукете Самая дорожающая элитка мира в стране моей тезки Начали! Начнем с Греции Последние месяцы, ну, все, практически все разговоры про Элладу, они вращаются вокруг программы «Золотая виза» Напомню, те, кто захочет войти в программу и получить вид на жительство, должны будут делать это уже по новым правилам С 1 сентября покупать придется объект от 800 тысяч евро, ну, или от 400 вне самых популярных районных страны Напомню, что лица, имеющие только российский или белорусский паспорт на такой ВНЖ Как основные заявители подаваться не могут Нужно иметь еще какое-то гражданство Но сегодня не об этом Ведь все изменения эти заявлены как борьба с ростом цен Которые во многом действительно иностранцами и разгоняются Плюс 10% за год Это к концу первого квартала данные Центробанка не шутка Правда ведь есть и другой способ обеспечить местных жителей недорогим жильем Увеличить число объектов под долгосрочную аренду Но вот незадача Собственники по всей Греции предпочитают сдавать жилье туристам Около миллиона объектов в стране заточены под них Ведь на краткосрочной аренде больше заработаешь Но вот на уходящей неделе коллеги из портала Екатемирине по своим каналам раздобыли информацию Узнали вроде как, как власти хотят бороться с краткосрочной арендой Планы эти могут быть утверждены и даже обнародованы правительством Греции уже в сентябре Если это случится, они затронутся в том числе иностранных собственников Правда, драконовских мер, вроде тотальных запретов на краткосрочную сдачу, не планируют Но и то, что предлагают, вполне-вполне существенно Например, рассматривают возможность ограничить число квартир, которые собственник может сдавать туристам Хотите сдавать одну – не проблема Хотите сдавать две и больше – придется уже создавать компанию Еще одна возможная мера – введение ограничений на количество дней В течение которых объекты могут легально сдаваться в аренду краткосрочным съемщикам Повторю, пока речь идет только о планах К тому же важно ведь не только установить ограничения, но и соблюдать их выполнение А вот с этим в Греции всегда проблема Продолжая тему, переносимся в Дубай Здесь власти пока вроде не собираются как-то жестко контролировать краткосрочную аренду Хотя эксперты не исключают, что все-таки придется Участники рынка фиксируют изменения спроса именно на посуточную сдачу В агентстве AdWords & Towers назвали цифры в 30% за год Настолько по их оценке вырос интерес арендаторов Причем, как и в случае с покупкой жилья, наибольшим спросом пользуются роскошные объекты Виллы и квартиры большой площади в лучших районах Это, например, Бизнес Бэй, Даунтаун Дубай, Палм Джумейра, Дома Киллз В общем, неудивительно Уж если ты приезжаешь отдохнуть в такое место, как Дубай, зачем экономить? Но высокий спрос делает все более интересной именно краткосрочную сдачу В агентстве назвали цифры Средний доход от долгосрочной аренды в Эмирате оценивают в 7% Краткосрок выгоднее на 20% получается где-то 8,5% Ну а причиной, по которой власти могут таки ужесточить контроль за этой сферой Эксперты называют бурное ее развитие В Дубае ведь крупных операторов, которые бы держали большие доли рынка, скажем, 25-30% по сути нет А есть много мелких игроков Да еще появляются новички Это может и неплохо, но появляются вместе с новичками и риски, связанные с качеством их работы и соблюдением законов Пришел сентябрь, а осень – это время, когда повышается внимание к рынкам Юго-Восточной Азии На следующей неделе мы подробнее поговорим об Индонезии, ну разумеется о Бали Ну а сейчас наш замечательный Пхукет, то есть Таиланд Несмотря на пандемию, снижение турпотока, снятие ограничений, потом возвращение туристов, приезд уйма иностранцев, в частности из России и Украины Кое-что на острове стабильно Например, там стабильно появляются инвестиционные предложения на самом старте продаж Когда цена на минимальные по площади апартаменты даже ниже 100 тысяч долларов Итак, классический проект под туристов Инфраструктура, магазины, бассейны, спа 600 апартаментов, один из них ваш 19 вилл, но все это будет только в 2027 году Пока же за 36-метровую квартиру в районе Раваи просят, если в евро, чуть больше 75 тысяч Все подробности по ссылке в описании И в заключении статистика динамика цен на элитное жилье Традиционные данные от Найтфранк, данные ежеквартальные Средние показатели, рост цен за год на 2,6% и рост замедляется В лидерах столицы Филиппин, причем уже не первый квартал, цены на элитку в Маниле выросли на 26% Обращает на себя внимание позитивная динамика в крупнейших городах США Лос-Анджелес, Майами, Сан-Франциско Из европейцев в топе Мадрид и Лиссабон А вот снизились цены, причем даже номинально, без учета вполне солидной инфляции Во многих городах Центральной и Западной Европы Вена, Франкфурт, Берлин В общем, эти данные совпадают практически во всем с информацией, которую мы публиковали и ранее Одно прямо-таки кричащее отличие В Найтфранк вообще не зафиксировали рост цен на элитку в Дубае Даже есть символическое падение Возможно, дело тут в конкретной выборке объектов Но и все равно странно, разберемся в нюансах И к этой теме обязательно вернемся в следующих выпусках Ну а я на этом прощаюсь на неделю Подписывайтесь на наш канал в Телеграм Ставьте лайки и, конечно, всем мира и безопасности